Библейский портал экзегет.ру представляет Мы подошли к 141-му псалому. Традиционно наши встречи записываются в редакции портала экзегет.ру в московском Сретенском монастыре. 141-й псалом – это жалоба. Жалоба его автора на гонителей. В ней, в этой жалобе, автор псалома просит Господа избавить от их сетей. Начинается псалом сетывание псалмопевца на свое одиночество. Когда он спасался бегством от врагов, никто не предоставил ему убежище. Затем он обращается к Богу за помощью, обещает прославить его в собрании праведных мужей. Несмотря на близость 140-го и 142-го псалмов к данному гимну, которые также озаглавлены именем Давида, многие исследователи полагают, что его надписание было достаточно поздней попыткой провести параллели между текстом гимна и историей бегства Давида от Саула, когда ему пришлось прятаться в пещере. Схоже посвящение псалма Давиду, когда он убежал от Саула в пещеру, встречается в заголовке 56-го псалма. Повод для поиска исторических параллелей подает слово «темница», которое не столько намекает на преисподнюю, сколько на тюрьму как место временного заключения узников. «Псалмопевец заперт в тюрьме до решения суда, вердикт которого должен объявить сам Господь. В чем его обвиняют, неизвестно. Никто не становится ему на защиту. Поэтому у псалмопевца вся надежда только на то, что суд Божий будет милосердным». Поскольку завершающие слова псалма говорят о собрании праведных, некоторые толкователи склонны думать, что «темница» намекает на вавилонский плен. В таком случае толкователю хочется представить, как освободившийся от плена узник направляется в Иерусалим для участия в собрании праведных за храмовым богослужением. Однако такое толкование вряд ли можно признать обоснованным, поскольку никакой из контекстов употребления глагола «окружать», «собираться вокруг» не говорит о литургическом собрании. Данный глагол используется для описания окружения армии одной из враждующих сторон своего противника с той целью, чтобы взять в плен и убить. И отсюда, опираясь на военную терминологию, мы можем полагать, что авторство данного псалма в отношении Давида не стоит подвергать сомнению. Рассмотрим содержание данного поэтического текста. Первые четыре стиха. В них автор выражает ту мысль, что он не в силах сдержать свои эмоции. Он молится вслух, громко плачет, взывает ко Господу, изливает моление и печаль. Это подчеркивает повторение дважды выражения «моим голосом». Употребленный в псалме глагол «взываю» указывает на нужду в помощи, бедственное положение псалмопевца. Он не просто просит, он умоляет Господа прийти и спасти. Причина скорби – это преследование врагов. Здесь у преследования врагов нет никаких подробностей. И взнемождение духа может быть связано с потерей физических сил или духовных сил. Когда дух человека слабеет, его сердце словно сжимается. В результате он теряет мужество. Господь знает его путь, то есть его моральный облик. Стиль поведения. Господь знает, значит, наблюдает, следит за каждым шагом псалмопевца, за тем, что с ним было и что с ним сейчас происходит. Наблюдение за жизнью каждого человека позволяет Господу делать соответствующие выводы в отношении его предполагаемого будущего. Враги словно птицелова скрытно расставляют псалмопевцу капканы. По правую сторону должен стоять адвокат подсудимого, но его там нет. Никто не обращает на него внимания, не проявляет богосклонность или дружеский интерес. Нет у псалмопевца верных друзей, которые предоставили бы ему убежище, где можно было бы спрятаться во время опасности. Автор псалма чувствует себя отверженным. Никто не заботится о душе моей, пишет он. Значит, всем безразлично, буду ли я жить или умру. Два глагола в четвертом стихе по массоретскому тексту стоят в форме императива. Посмотри и виждь. Они звучат, как обращение к Господу обратить внимание на плачевное положение гонимого героя. Как и в первой строке псалма, в пятом стихе снова звучит воззвание ко Господу. Бог — мое прибежище и часть моя на земле живых. Часть — это участок, участь, наследство. Все необходимое для этой жизни, для обитания на земле. Я из немог, значит, обеднел. Похудел, истощился, пригнулся к земле. Поэтому гонители стали сильнее меня. Слово «темница» свидетельствует о бестнанном положении псалмопевца. Был ли он физически в тюрьме, неизвестно. Его душа страдала, как у заключенного, но при этом он не потерял надежды. Он уверен, что наступит тот счастливый момент, когда он снова прославит Господа. в окружении праведников. Окружение праведников — это, по сути, метафора радости, собрание близких друзей или большого стечения народа. Возможно, здесь присутствует намек на публичное богослужение в храме, куда направится псалмопевец для благодарственной молитвы за неспосланную помощь. Корень еврейского глагола, который здесь употребляется, катар, может означать не только окружать, но и возложить царский венец. В таком случае речь может идти о том, что праведники коронуют псалмопевца, окажут ему царский прием. Стиль последней строки псалма напоминает аналогичные песни о благодетельственных богом псалмопевцев. Помощь Господа – это дар, это не вознаграждение за заслуги. Псалмопевец вновь обретет свободу, о которой будет радоваться и сам он, и все собрание единодушных ему людей. Подведем итоги. Несмотря на яркие характеристики своего одиночества, в конечном итоге псалмопевец оказывается в кругу близких ему по духу людей. Прок Илья тоже думал, что остался один и за его душой идет охота. Но пришло время, когда Бог укрепил его словами. «Я оставил между израильтянами семь тысяч мужей. Всех-сех колени не преклонялись пред Ваалом». Как видно из 141-го псалма, его герой – не единственный праведник на земле. Он член общины верных судьба которых переплетена с дорогой его жизни. Его победа – это общая победа. Его поражение – поражение всех остальных. Именно так строится взаимоотношение между членами церкви по апостолу Павлу. Страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Многие люди праведной святой жизни претерпевали гонения. А в час скорби и заточения в темницу их порой оставляли родственники и друзья. Даже ученики Христовы, оставив его в Гесеманском саду, одного бежали. Однако, пройдя испытания веры, праведники всех веков приобретали нечто большее. Когда апостол Петр спросил Иисуса, «Вот мы оставили все и последовали за тобой, что нам за это будет?» Иисус ответил, «Нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради Меня и Евангелия и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке к рядущим жизни вечной». Благодарю за внимание.